Валерий Курас Снегири Сегодня наше повествование пойдет о великом светильнике египетского монашества, преподобном Иоанне Пророке. Жил он в конце четвертого столетия. Происходил из самых низших слоев населения. В ту пору это значило очень много. К таким людям граждане относились даже с презрением. Но за свои иноческие труды и подвиги святой Иоанн стяжал такую благодать от Бога, что был уважаем не только простым народом, но и вельможами, и даже императором, феодосием великим. Какой же первый подвиг на трудном монашеском пути? Конечно, это послушание. Вот Иоанн поручил себя руководству опытного духовника. И во всем слушался его беспрекословно. Однажды старец поручил ему поливать сухую и полусгнившую палку, пока она не пустит корни. Это испытание длилось целый год. За водой Иоанн должен был ходить за две версты по жаркой пустыне. Но ни разу не возроптал он на этот нелегкий труд. Были у него и другие обязанности. Почти не знал он отдохновения ни днем, ни ночью. И так очистилась его душа от всех мирских пристрастий, что засияло паче солнца. В этом и состоит достойный плод послушания. Видя это, Господь наделил святого Иоанна своими причудными дарами. Мог он ясно предвещать грядущие события, за что и был наречен пророком. Приходили к нему и земледельцы, и скотоводы. И всем он заранее объявлял, будет ли разлив нила, и какой следует ожидать урожай. «От чего же зависит плодородие земли?» – спрашивали его люди. «От нашего покаяния и мира с Богом», – твердо отвечал святой Иоанн. Однажды иноки увидели его сильно взволнованным. «Что гнетет тебя, Авва?» – спросили они. «Получил я известие о том, что идут на Византию несметные полчища варваров», – ответил святой пророк. «И вот теперь молюсь, чтобы поскорее прибыл к нам императорский гонец, чтобы через него оповестить императора Феодосия о грядущей опасности». Иноки изумились, ведь знали они, что преподобный Иоанн несколько дней не выходил из своей кельи. От кого же мог он получить это срочное известие? Но в еще большее изумление пришли они, когда увидели, что через пустыню на взмыленном коне несется к ним посланец от императора. Все произошло так, как и предсказал святой Иоанн. Гонец прибыл вовремя, и император был предупрежден о нашествии врагов. И по милости Божией одержал он над варварами полную победу. Узнав по духовному наитию об этой победе, Святой Иоанн был особо весел и много говорил с иноками о жизни временной и вечной. Когда же день склонился к вечеру, он сказал им, «Принесите мне освященного масла, потому что сейчас оно мне пригодится». И действительно, в лучах заходящего солнца показалась целая вереница повозок. Светлейший вельможа, государев-сенатор, вез к преподобному свою внезапно ослепшую супругу. Знал он, что вход в скит для женщин запрещен, поэтому оставил всю кавалькаду за полверсты от скита и пешком пришел к преподобному Иоанну. Хотел было изложить свою слезную просьбу, но Святой Авва предупредил его. «Вот гостиниц для твоей супруги», – ласково сказал он, протягивая милининый кувшинчик с маслом. «Пусть протрет она этим елеем глаза, а там, что Господь даст». И по Божьим щедротам свершилось чудо. Как только больная протерла освященным маслом глаза, к ней вернулось зрение. От безмерной радости всю ночь до рассвета высылала исцеленная женщина молитвы Богу, благодаря его за то, что есть в этой дикой пустыне великий светоч и чудотворец Иоанн. Но сам Авва Иоанн искренне считал себя одним из самых грешных людей на земле. «Ведь все это Господь творит по милости ко мне, окаянному», – повторял он, чтобы поддержать меня своей всемогущей силой. Такую смиренную о себе мысль пронес преподобный отец до конца своих земных дней. С ней и отошел он ко Господу, которого возлюбил паче всего в мире всем. Будем помнить его светлый образ, ведь благодаря таким людям, вероятно, и держится на своей оси наша многомятежная земля. Храни вас Господь, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok